день российского кино на канале москва 24 мы завершаем беседы с режиссером который 19 сентября предстоит свою новую ленту впрочем владимир катиненко расскажет нам все сам привет вот прежде чем поговорить о примере наследников вашей новой работы скажите по поводу сегодняшнего дня что для вас вообще как кинематографисты в этот день как-то отмечаете что это такое для но в общем крестись на обмене все поздравлениями я уже массу поздравлений получил дело в том что раньше он был другой день советские времена другой день это деньги день кино вот а сейчас вот новые времена вернулись к дате это 27 августа 1919 года у к декретом совет народных комиссаров была национализирована а киноиндустрия фото в общем все с этим связано вот так что только в девятнадцатом году то есть она два года грядет даже совсем столетие скоро будет уже не дальше идет даже столетия 4 года да будет ну вообще так или иначе отмечает в общем не так странным образом нет мне кажется раньше это отмечалось более бурно но это то ли время немножко поменялось то ли сбой сдвиги так подействовал раздвоение но все равно незамеченным он не проходит вот у нас целый день на канале говорим об этом а по поводу ваших наследников по поводу на вашей последней работы вы представляете ее в прибалтике данный на фестивале 19 сентября но это строго говоря будем тогда называть это европейской что до этого у нас был специальный показ программе шепотинника на московском фестивале хорошо прошел у нас были балтийские дебюты светлогорский показ специально на них контакт был специальный показ тоже слава богу хорошо прошел и сейчас на телекинофоруме вместе которые в ялте происходит ежегодно вот прошлом году мы за бесов там получили а в этом году мы получили гран-при и приз за сценарий наследников меня это в общем очень радует потому что картина мне кажется нуждается в некоторые опеки да почему но там не так все просто как кажется но с моей точки зрения это очень важно на сегодняшний день картина я глубоко убежден что идеологически важно идеологически важно нам художество подруга достоинства может быть на втором месте может быть впервые моей биографии и удовлетворение достоинства может на втором месте да но дело в том что с этого начинал федор михалычка до бесов начинал писать он вы как архитекта должны понимать да что фундамент главный фундамент как и да 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 при всем при том там блестящие актеры блестящие задержанное озвучиваете уже да это ему саша балует например белые белый вот и ну в общем я по ходу даже еще назову всех но блестящий еще раз повторяю блестящий актерский состав замечательный оператор дениса ларкон рамир и вообще мне нужна была молодежная группа и вот денис и и собрал вот аларкон рамир полная у него экзотическая фамилия дениса ларкон рамир но это нельзя назвать то что называется термином боёпик то есть это не биографический это это и в том-то и дело некоторые заблуждаются это кто у вас вот типический вопрос а кто вас играет сергей радонежского в прошлом как бы дальше затевается разговор зато я у нас собственно говоря сергей радонежского нет он присутствует метафизически все равно разговор идет о нем но так или иначе он переходит на то а что мы и что для нас сергей радонежки сегодня и что мы сегодня себе представляем а что мы вообще про него знаем конечном счете вот и вот скажем на эти три вопроса мы потихоньку отвечаем существует такой термин и вы как-то читали лекцию по этому поводу и давали несколько интервью православное кино это можно отнести к разряду вот этих лент которые называются православным в общем понять к православному кино можно отнести ленты которые даже так в общем по внешним признакам к ним и не относятся ну тарковского например да в общем это это вопрос ну иногда даже просто терминологически а вообще если смысловой то много фильмов можно отнести нет но и андрей рублев это в общем-то они же совсем всех спорных неспорных моментов это все равно православное кино и даже те фильмы которые я снимал они не артикулировались как православные потому что буквально это был скажем поп или там палом чисто вечный город а для меня фильм мусульмане настолько же православные для православных как и пол вот этот фильм более светский скажем так он более ориентирован на светскую публику но это абсолютно не отменяет того что там совершенно я я вот видел что люди мало знают по сергия радониска снимали документальную картину когда готовили этот проект и фрагменты и у нас используется в этом как бы ток-шоу на же ток-шоу есть возможность живут как мы сидим да это может быть не так а это может быть так это тогда входит это тогда входит и сюда и сюда когда это существует в живой беседе а не то что на ручей до 1 и так далее и тому подобное я вас перебиваю же говорили что вот чем американские ленты конструктивно лучше наших пусть там больше трех минут а мы обсуждали диалога не может быть обязательно нужен какой-то вот поэтому я бы сразу отказался от идеи боёбика если бы он был это не я бы снимал может кто-то снял и может бы снял бы хорошую картину не знаю но мне показалось что интереснее его сейчас вот вот сегодня рассмотреть а что это такое что сегодня такое сергия а сегодня это конъюнктура скажет вам вот ваши оппоненты а ничего не скажет надо посмотреть мой фильм там нет никакой конъюнктуры там нет конъюнктуры там есть точки зрения и там есть совершенно пронзительные истории в частности как хранили главу сергия радонежского когда разорили усыпальницу его и после музей там везде и как выкрали подменили главу сергия радонежского и как хранили и это пронзительные совершенно историй причем малоизвестные триллер такой вообще в общем и это мне кажется именно в жанре вот в таком жанре ток-шоу мне кажется входит лучше потому что это не дидактика это не говорят вот так было и больше никак не было нет может быть было иначе но главное за этими а может а может а может все равно открывается один всего смысл вот жизнь сергия радонежского и его роль вот и все плюс там к каждый из персонажей за этой истории выходит изменившимся человеком каждый вот эти все участники ток-шоу а там есть медийные лица скажем политолог белый играет что он играет политолога вот например стеклова граня она играет не нуми приглашает медийное лицо чтобы народ включил телевизор приглашает медийное лицо она играет певицу такой чуть высшую в тираж такой замечательный ярчайший совершенно на роль вот есть монах лицо вот как раз такой чуть-чуть инфернально может это сергий радонежский сам потому что он потом это на кино посмотреть увидеть как он появился как один раз увидеть да лучше один раз увидеть но во всяком случае я большим сомнением приступал к этому проекту он тяжело давался по разного рода причинам потому что оказалось очень сложно снимать ток-шоу ток-шоу снимать очень сложно это как же спорт кино снимать вот это то же самое там просто живая идет им и надо было поработать очень серьезно что мы слава богу сделали а то что ли ленту представляете в риге на вот контексты каких-то последних ну напряжений между россией и латвии никак не не скажется на атмосфере нет я надеюсь нет знаете почему там ведь его в нашем фильме речь идет о том и там достаточно я так считаю мы разнообразно смотрим на себя ну мы кто мы свете сергия радонежского это вообще особенно ответственно там ведь речь идет о современных событиях еще кто мы и причем не не в лакированном виде там достаточно откровенный разговор о том что сегодня происходит с нами с нашей человеческой природы вокруг а вот все обстоятельства эти политические поэтому я говорю что это очень важная картина поэтому я говорю что и обязательно показать и все показы которые случались выживали вызывали очень такой живой отклик люди спали где когда и когда это можно посмотреть поэтому я не думаю что это вызовет какое-то вот думаю совсем наоборот а у вас есть друзья в латвии какие-то знакомые ну вот так чтобы друзья нет да то есть в нет вам вот я не про проверить в живую не на ком происходит что-то там или нет потому что нет но много пишут о какой-то экспансии российская там я снимал там много я фильм поп там я не заметил никакого не антагонизма ним удовольствия только там шили была рижская группа ребята которые обеспечивали нам съемки я ничего такого не увидел она бывает вот так вот говорится что там что-то есть а приезжаешь там нет да пропаганда вот а вот и в ялте вы были недавно общались там с крымчанами или исключительно в своей премии она нет конечно общались 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 во первых это такое популярное мероприятие телекинофорум он ежегодно уже 16 в этот раз был и более того интересно было посмотреть потому что это есть а туристы то нет вот этот наш смотришь когда иногда в интернете или что-то там никого нет кто то есть ярто булли алта бурлит просто там идет такая вот меня радует что там нет никаких не не ходят с флагами российскими понимаешь это не нужно вопрос другой нам настроение вот немножко другие чем у нас там они более приподняты вот и вот это вот да по 3 чувство то то которое мы называем чувством единения такого она у них более конечно яркой формы она свежее у них само споразумеется вот и ну даже тут ничего удивительного нет но я и она сейчас им нужно потому что не так там все просто естественно все равно нужно где-то там интернета нет где-то того нет и не так просто все равно это требует какой-то перри переработки перемалывание каких-то вещей это очень хорошо понимаю поэтому я заостряю внимание на том что там нормальная жизнь хорошая вот что самое главное ведь самое замечательное состояние от нормальной жизни полно радостного народу там же очень специфическая набережная яхт появилась очень много в этом смысле много появилась я не таких каннских роскошных вот но в общем это яхты все равно будет раньше этого не было очень хорошая море чистое лучше чем карнах например море само по себе природное поэтому я и говорю мне понравилось очень что там идет нормальная человеческая жизнь люди в костюмах каких-то там к это же специфика есть своя я вот из нашей гостиницы вид такой был на залив ну абсолютно европу вот мы говорим про европу вы считаете что те разговоры которые вашей киношной среде ведутся последнее время достаточно интенсивно относительно того что россия себя изолирует от европы вы это как-то чувствуете замечаете и вообще как оцениваете этот тезис нет абсолютно абсолютно ну как же нету хамона нету пармезана ну знаете европейские черные камоны люблю пармезан и но лично я без этого проживу даже не замечу вопрос другой у нас научиться делать и хамон пармезан у нас все научиться делать это даже не вопрос и не специалисты даже не заметят разницу я вам так скажу вот хамоне хорошим это быть специалистом чтобы отличить хороший хамон а в общем просто мясо вяленого вот это я точно могу сказать вот поэтому не надо тут такой хамон сикой хамон и у нас научиться хамон и более того это все равно закончится когда дело не в этом вот это абсолютно организованные действия вот межчеловеческих этого ничего нет совершенно а в советские времена был вот момент какой-то вот ощущали себя вот советские кинематографисты отделенным от мирового процесса я советское это чуть-чуть скользко я но тогда еще молодым кинематографистом за границу я выезжал до редко поэтому когда я уже выезжал я однажды столкнулся с таким будапештки менги я ездил туда зеркалом причем для героя картиной даже с их точки вот тогда были там настроения такие агрессивные очень вот я один раз это увидел будапеште это стало быть был где-то год 87 88 думаю вот один раз я это почувствовал например германии когда мы там чехии ездили вообще это не чувствовалось совсем чехословакии тогда когда в чехословакии совсем ничего подобного хотя казалось бы вроде я так ожидал но я не я лично не почувствовал почувствовал всего один раз будапеште венгрии там это было достаточно очевидно вы считаете возможен какой-то откат к тем временам когда опять будет то что называется железным занесем когда вот мы будем ну невозможно даже по ну по определению но мир очень поменялся не я я считаю что это невозможно очень печально что об этом постоянно как бы говорится и такие страшилки пугалки как будто вот надо испугать а потом с испуганным человеком жала что хочешь не 많а невозможно невозможно даже не потому что смягчите книга даже даже не по и мы уже поменялись вот чем дело уже и сам сами люди уже тоже поменялись они уже тоже другие поэтому это невозможно хотя печально что об этом прям говорят вот мы опять возвращаемся туда roger говорят постоянно и поэтому меня в involvement почему очень многие говорят люди как раз я ещё Из вашей среды, из киношников. Там по поводу цензуры, там еще чего-то. Ну есть же цензура. Ну как, ну ограничения там вот на... Я понимаю, что это антиникотиновая цензура, но все равно же вы же понимаете, что... Вот в следующий раз просто спросите, а назовите картину, которую положили на полк, что такое цензура? Это когда картина не выпускается, например. Так. Вот. Она запрещена к показу. Но сегодня, ну я не знаю. Ну по-моему, вот если я не ошибаюсь, то последняя лента Гайгерманики с обильным употреблением ненормативной лексики, она не получила... Но ее показывали на московском фестивале. Да, но потом же она не получила прокатное удостоверение, или как это называется? Вот это не буду брать, не знаю. Но ее показывали, эту картину она была в конкурсе московского кинофестиваля. Вот. О чем тут говорить? Ну а как вы вообще считаете, вот ограничения на употребление... А кататься пока там вообще сложно, вот в чем дело. Я вот сейчас, я сам сейчас мучаюсь, мне надо наследников прокат, надо крутиться. Сейчас надо сильно-сильно крутиться, чтобы это получилось. Потому что очень мало картин. Но это во всем мире и так. Прокат пробивается, очень маленький прокат. Это всегда во всем мире было так. Просто у нас и так мало фильмов, а еще и прокат мало выходит. И получается, что мало. Но в общем прокат во всем мире не все фильмы выходят. А вы в одном из интервью недавних сказали, что у нас очень много снимается арт-хауза. Очень много в процентном отношении вообще к кино. Да. Да. Но я не говорил это, что это плохо. Потому что пока у нас лицо нашего кино – это как раз арт-хауз. Потому что мы все равно нас приглашают и Берлин, и Венеция, и в Каннах мы бываем в программах. То есть пока наше лицо – это лицо арт-хауза. Вопрос другой. Что большое количество арт-хауза для кинопроцесса – это не так уж хорошо. Потому что кинопроцесс – это когда деньги вращаются. Это когда деньги возвращаются. Когда на эти деньги можно снимать кино. Но арт-хауз не может быть коммерческим? Никогда по определению? Теоретически может быть. Раньше так и было. Раньше так и было. Но сейчас нет. Сейчас пока нет. Сейчас арт-хауз отдельно. А, бизнес отдельно. Бизнес отдельно. И бизнес не очень пока. Я об этом говорю. То есть, арахаус есть, и с ним ничего не случится. Это имело в виду. А вы когда приступаете к работе, вы вот эту коммерческую составляющую в голове как-то держите? Или вы просто вот исключительно как архитектор строите вот это здание, не думая, кому будете задавать помещение? В общем, я все равно ориентируюсь на свое. И всякий нормальный человек ориентируется на свое. Мне вот интересно это или нет. Я подвожу к проекту, над которым я, как предполагаю, вы работаете. Это «Промысленный волк» мы сейчас заведем. Это я очень хочу, чтобы это был проект коммерческий. А, все-таки. Да. Я очень хочу. Я очень хочу. По той причине, что он не может быть дешевым. Это достаточно дорогой проект. Вы расскажите поподробнее. Да. Это значит «мысленный волк». Что такое, во-первых, «мысленный волк». Вот это интригующее название. Это часть строки из молитвы, второй молитвы Анны Златоуста. Там вся строчка звучит так. «От мысленного волка звера уловлен буду». Это игра такая, да, смысл. «От мысленного волка звера уловлен буду». Думаю, что такое? Я однажды подумал год назад. Думаю, не может быть, чтобы в интернете не обсуждают. Само интересно. А как люди прочитывают, как чувствуют? Оказывается, форум, все обсуждают, дискутируют. И вдруг вижу название. Новый роман Алексея Варламова «Мысленный волк». И вот тут у меня волосы древом стоят. Но это судьба. Понимаешь, она меня ткнула в этот роман. Я его прочел. И я, ну не знаю, со времен, как я снимал фильм «Мусульмане», я так давно уже не заболевал этой историей. Я прочитал этот роман. И вот. И плюс грядет столетие. Столетие события, равно которому, ну, в истории человечества, ну, так вот не припомню даже. Событие, которое перевернуло мир. Ну, про 17-й год, да, мы говорим? Да. Мы имеем в виду столетие Октябрьской революции. Ну, вообще всего этого периода. Вот. И мне хочется... Я никогда не хотел какой-то дати. Иногда получалось, иногда просили что-то снять к дате. Я сейчас очень хочу снять к дате, к столетию вот это событие, этот фильм. Потому что там основное действие – это 14-й, 18-й год прошлого века. Вот. Там есть замечательная мистическая интрига. Там замечательный есть, сейчас построился уже у нас сюжет. Вот. И мне очень хочется это снять как раз к дате. Первый раз я хочу снять фильм к дате. Потому что там причинно-следственные связи такие глубокие, такие замечательные. Такой свежий, такой необычный взгляд на все эти процессы. Ну, что это? Это драма по жанру будет? Что это будет вот? Ну, такой, я бы сказал, мистическая драма. Мистическая драма. То есть, вот, ну, хотя даже современные зрители видели там. Вот есть «Сияние» фильм такой был. «Шайник». «Шайник». Да, «Шайник». Это просто потрясающе. Это самый страшный фильм, причем без всяких. Если иметь в виду некий референс, там ведь страстей внешних немного. Ну, там. Тон-то и дело, но страшно. Но вот эта вот вибрация, я себя чувствую. И концовка, да, такая. «Шайник» – это одна из любимых моих вообще принц. Да, и вот «Со Дуай». Ну, а тогда вам нужен «Миколсон» для вашего «Шайника». Там девочка нужна. Дело в том, что там нужна девочка. Там главная героиня девочка, ровесница века. Там потрясающая история с девочкой. Ну, когда я говорил про «Миколсон», я имел в виду исполнителя главной роли, человека, который, конечно, вот своей игрой сможет. Конечно, конечно, конечно. А кастинг прошел уже, нет? Нет, мы сейчас сценарий только еще пишем. Сейчас пишем сценарий. Ну, а держите в голове такую девочку? Есть какие-то представления? Ну, нет, еще надо искать. Уже есть, в общем, девочкой мы уже занимаемся. Девочкой занимаемся. Но, в общем, надо еще много работать, потому что от нее зависит очень много. А вообще, вы считаете, у нас появляются девочки и мальчики? У нас есть молодежь талантливая? Совсем молодежь, я имею в виду до 25. У кого-то вы для себя отвечаете? Я почему достаточно ответственно об этом говорю? Потому что у меня же в фильмах моих студентов снимается молодежь. И я порой встречаю таких интересных ребят. Просто это меня так радует, потому что было ощущение, что что-то потеряно. Что-то какие-то смыслы, какая-то школа потеряна. И вдруг такая обойма у меня вот в Афгике. Такая обойма молодых. Но вот вы когда подбираете, допустим, молодежь, ну и вообще актеров для работы в своих лентах, для вас прежде всего важна профессиональная составляющая? Или вы учитываете тот фактор, ну, допустим, чтобы человек идеологически совпадал? Ну, если вот этот фильм про, условно говоря, из разряда православных фильмов, чтобы человек хотя бы, ну, как минимум, был крещен. Или нет? Или вообще для вас это девять на семье? Нет. Важны его профессиональные качества, безусловно. Но, наверное, невозможно было, если бы он был каким-то сатанистом, а играл бы батюшку. Наверное, это невозможно было. Потому что это лезет в глазах, и тут с этим ничего не поделаешь. Но, в общем, два качества нужны. Вот на процессе проб, если этот человек не знакомый мне, я пытаюсь понять, мы, в принципе, с ним одной кровью, вот, если по Киплингу, или одного Караса, если по, значит, по другому произведению. Мы с вами одного Караса, колыбель для кошки. А, Вонегут? Да, Вонегута. И, значит, вот это я пытаюсь понять. Мы вот... Ну, это я имел в виду, когда спрашивал. Ну, и, безусловно, профессиональные достоинства. Безусловно. Хорошо. Собственно, не знаю, помните, Велит, мы заканчиваем вот... Да, помню. Правда, да, вы из красного мешочка достаете одну фишку, выбираете такого же цвета карточку, зачитываете вопрос, это какого цвета? Голубенькая. Это вопрос, она подумать, любую голубую карточку. Есть ли у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать? Есть ли у вас такой долг? Нет. Нет, я вообще не люблю долгов, в общем дело. Вопрос другой, там, мы же иногда подозреваем нравственный долг или еще что-то, но в общем, в общем, я не люблю долгов. У нас с женой, с мальчиком принцип, мы не любим ничего взаймы. Мне повезло с карточкой. Владимир Катиненко, человек, который никому ничего не должен, кроме своих зрителей и людей, с которыми он работает, с этим, как мне кажется, он справляется. Большое спасибо вам за беседу. Спасибо за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова